Привет, меня зовут Альяна. Я расскажу вам про говорящих обезьян. С давних пор люди пытались научить приматов разговаривать. И только в 1916 году Уильяму Фернесу удалось путем долгих трудов и терпения научить орангутана говорить слова дэдди и кап. Больше его не удалось ничему научить и поэтому ученые решили, что раз обезьяны не умеют говорить слова вслух, то они и речи обучаться не способны. Не могут приматы издавать членораздельные звуки, потому что анатомия их речевого аппарата это не позволяет и у них недостаточно мозговых структур для волевого контроля над звукопроизводством. И через целых 50 лет в 1966 году Алан и Белла Триса Гарденеры обратили внимание на то, что приматы общаются между собой жестами и решили, почему бы тогда не изучать лингвистические способности приматов, обучая их жестам. В итоге они приобрели самку шимпанзе Уоша и начали обучать ее языку Амслен. Амслен это язык-посредник. Что вообще такое языки-посредники? Это упрощенные аналоги человеческой речи. Они реализованы с помощью доступных для приматов средств, такие как жесты, жетоны, клавиши компьютера. И вот Амслен это один из трех основных языков-посредников. Вообще это основной жестовый язык в США и англоговорящей Канаде, но использовали его упрощенную версию для обучения приматов. Обучение Амслену происходило примерно таким образом. Примату показывали какой-то предмет, показывали жест, который означает этот предмет, и складывали ему лапку в правильный жест. Через какое-то количество повторений, оно разнится у разных приматов, примат запоминал жест и мог его использовать для того, чтобы попросить этот предмет, ну или обратиться к кому-то. Помимо существительных, в этом языке есть глаголы, наречия, местоимения, обозначения времени. И эмоциональным оценкам также дано обозначение таким, как хорошо, плохо, жаль, смешно. Вот, собственно, примерно некоторые жесты. И следующий язык, посредник, это язык Дэвида Примака. Это жетоны на магнитной доске, выглядят они примерно вот так. Первый примат, который был обучен этому языку, это шимпанзе Сара. Общение происходило примерно таким образом. Примат берет жетоны, выкладывает их на магнитной доске, пока не получится предложение. Вот это вот предложение. Язык создавался в два этапа и во время обучения, во время процесса обучения Сары. На первом этапе примат копирировал символами, которые уже известны были Саре. Например, яблоко это треугольник, а банан это квадрат. А далее он обучил ее имени своему, ее имени, имени трех ассистентов, которые с ней работали. И уже через некоторое время она обучилась всем предметам, которые ее окружали, названием всех предметов, которые ее окружали. Также она познакомилась с цветами и даже с сочетаниями всех цветов. На втором этапе Дэвид решил добавить предлог на и стал обучать Сару. Для проверки после обучения он составил несколько ничего не значащих предложений, таких как красный на зеленом, коричневый на банане. И неожиданно для него Сара начала его сама учить, отодвинула тренера от доски и начала сама составлять предложения. Например, только незаконченные предложения. Например, яблоко на и давала ему несколько жетонов, обозначающих какие-то предметы стол или блюдце. Как бы намекая, что можно положить банан на блюдце, но нельзя на зеленое. Вот, и кажется, Сара усвоила понятие слова на. О, это еще немного примеров. Следующий язык-посредник, которым обучали приматов, это еркский. Назван он так в честь института, в котором разрабатывался. Состоит, в общем, он из небольших геометрических фигур, которые ничего не означают. Ну, они означают предмет какой-то, но сами по себе они ничего не иллюстрируют. Эти фигуры называются лексиграммами. Как происходит общение на этом языке? На внутренней стене помещения, в котором находится примат, имеется клавиатура, на нее нанесены лексиграммы. Когда примат наживает клавишу, то компьютер произносит вслух слово, которое она выбрала, и проецирует его на экран. Последовательность лексиграмм компьютер считает фразой, если она начинается определенным событием и заканчивается точкой. Чтобы начать разговор, примат должен дергнуть ручкой за штангу, укрепленную над клавиатурой. Ну, и чтобы закончить фразу, поставить точку. После того, как точка поставлена, компьютер обрабатывает предложение и делает вывод. Если фраза правильная, то звенит колокольчик, если нет, то лексиграммы исчезают с экрана, и нужно начинать набор с самого начала. Шимпанзелана, самая первая, которая обучалась этому языку, быстро раскусила всех. И если делала ошибку и понимала это, то она не продолжала писать предложение, а просто ставила точку посреди предложения, начинала сначала. Экспериментальное оборудование допускает несколько автоматических ответов. Шимпанзе может заказать себе поесть или попить. Ну, например, пишет фразу, пожалуйста, машина, дай мне кусочек банана, и автомат подает лакомство в углубление в стене. Точно так же есть возможность попросить кусочек яблоком, изюм, открыть окно, включить фильм. Можем посмотреть небольшое видео, как Бонабо Канди проходит экзамен. Как-то так. Теперь, для того, чтобы продолжать говорить о речи обезьян, давайте попробуем разобраться, что такое речь. Википедия говорит, что речь это форма общения, которая состоит из языковых конструкций, таких как буквы, слова, предложения. Они создаются на основе определенных правил. Чарльз Хокет, американский лингвист и антрополог, сформулировал ключевые свойства человеческих языков, правила, которым они соответствуют. Давайте по порядку по ним пройдемся и посмотрим на их проявления у приматов. Первое свойство человеческих языков это семантичность, то есть присвоение определенного значения абстрактному символу. Ребенок это не какой-то определенный ребенок, это все дети, это щенки, человеческие дети, котята, телята, это нарисованные дети, это реальные дети. Собака это не какая-то одна собака, это все породы большие, маленькие, нарисованные, реальные. Шимпанзе в экспериментах показывали понимание этих мета-понятий. Также обнаружилось, что приматы могут понимать письменность, то есть берем произвольно взятые символы и каждому назначаем значение, которое символ никак не иллюстрирует. Ну, вы видели еркский. Следующее свойство человеческих языков – продуктивность, то есть комбинирование известных слов в одно новое, если нам неизвестно для него название. Так шимпанзе Оша, гуляя по парку, впервые увидела лебедя и скомбинировала два знака, которые она знала, в один – вода птица. Арбуз она назвала «конфета пить», а другая шимпанзе назвала его «фрукт-напиток». Маскарадной маске дали название «шляпа-глаза». Горелла Коко, да, вот. Арангутан Чентек изобрел сочетание знаков «нет зубы» для того, чтобы сказать, что он не будет кусаться во время игры. Оша сама придумала жест для понятия «прятки» и «нагрудник». Приматы могут обзываться. Шимпанзе Оша обругала служителя, который не давал ей пить, несмотря на ее просьбы, грязным джеком. Самое грязное ругательство, которое когда-либо было придумано приматам, было изобретено гориллой Коко. Оно выглядело как «сортирный грязный дьявол». Как и зачем ее обучили слову «дьявол», я не знаю. Следующее свойство – перемещаемость. То есть предметы обсуждения могут находиться в другом месте, в другом времени. И эксперименты показали, что приматы могут строить высказывания об отсутствующих объектах, о событиях прошлого и будущего. Например, Бонабо Канзи, с которым мы смотрели видео, обсуждают с помощью клавиатуры с наставницей маршруты своих будущих прогулок. А горилла Коко рассказала о другом примате Майкле, который безобразничал в отсутствии тренера несколько дней назад. Антропоиды способны овладеть достаточно абстрактными понятиями, например, «Еще», «Да», «Нет», «Страшно», «Потом», «Друг», «Понарошку». Также обезьяны могут врать и шутить. Горилла Коко называла себя птичкой и после нескольких недоуменных вопросов экспериментаторов сказала «Коко шутит» и посмеялась. Следующее свойство – культурная преемственность. Способность обучаться у своего вида, передавать знания из поколения в поколение и внутри группы. Шимпанзе в экспериментах показывали, что они могут осваивать язык-посредник благодаря пребыванию в языковой среде, но они делают это не так быстро, как человеческие дети, и могут продвинуться не так далеко. Этот феминоин впервые был продемонстрирован шимпанзе Оша. Она обучила своего приемного сына Луиса знакам Амслена. Люди не показывали ему знаков, не общались с Оша при нем, но общаясь с ней, играя и с другими приматами, он принял 55 знаков Амслена, и в итоге шимпанзе начали общаться между собой в группе без экспериментаторов. Бонобо Канди, с которым мы смотрели видео, вообще изучал ерский язык, но играя с приматами, которые общались на Амслене, он немножечко у них тоже принял знаков Амслена, в итоге став таким себе полиглотом в мире шимпанзе. Следующее свойство – преднамеренность коммуникации, то есть возможность инициировать разговор о его тему. Приматы могут целенаправленно просить экспериментаторов об обучении. Например, орангутаны Галины Филипповой, если забывают, как называется предмет, протягивают лапку, чтобы она сложила им в правильных жестах. Шимпанзе Лана, несколько раз попытавшись попросить неизвестный ей объект, коробку от ММДЭМС, попросила тренера сообщить имя этого предмета. С ней также был еще один забавный случай. Ставился эксперимент, целью которого было посмотреть, как она освоила правильную последовательность слов в предложении. Ее компьютер и компьютер экспериментатора были подключены к одной электронной доске. Лана набирала слова в предложение, а Тим, пока она не видела со своего компьютера, вставлял туда ошибки. Проверяли, как она будет их исправлять и будет ли. Она поначалу исправляла, но потом она проследила за Тимом, убедила, что он ставит туда ошибки, и вместо своего задания следующего написала на клавиатуре «Тим, пожалуйста, выйди из комнаты». Видеозаписи, сделанные в отсутствии экспериментаторов, показали, что шимпанзе могут вести между собой активные диалоги. Они обсуждают глянцевые журналы, которые им выдали экспериментаторы, они держат их ногами, а руками жестикулируют. Употребление слов языка-посредника выдерживает проверку двойным слепым контролем. В одном из экспериментов шимпанзе Ширман и Остин должны были набрать лексиграмму в одной комнате, а взять предмет, который они набрали, в другой. Один из экспериментаторов видел только, какую набирают лексиграмму, а другой только тот предмет, который берут приматы. В итоге исключалась любая, даже неосознанная подсказка со стороны человека. Из этого были сделаны выводы, что обезьяны используют язык посредникосмысленно. И, наконец, я хочу сказать, что я вдохновлялась этими двумя книгами Светлана Бурлак «Происхождение языка» и Франс Деваль «Истоки морали». В них эти вопросы развернуты более широко и в разных областях. И вся информация взята либо из них, либо из Википедии. Спасибо. 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 Спасибо.